Интердом – место встречи для людей всех стран и континентов. Сюда ежегодно приезжают сотни выпускников со всех точек земного шара, чтобы навестить некогда родные пенаты. Кто-то посещает интердом на праздники, а кто-то навещает его и в будни. Когда-то говорили детям, делайте жизнь с того-то. А вот нашим интердомовцам далеко ходить не надо. Им нужно делать жизнь с Дахте Заура, потому что это их старший брат. Кому-то он в возрасте отца, кому-то в возрасте деда. Но это человек, который родной им, несмотря на то, что годы разделяют детство Заура и детство интердомовца. Известный в Таджикистане кинооператор Заур Дахте в интердоме жил с 1956 по 1958 годы. Сюда он попал как сын иранского политэмигранта. В школе мальчик завоевал уважение и стал председателем школьного совета. До сих пор Заур благодарен интердому за счастливые годы своего обучения. Я интердомовец был, в Берлине был, в Праге был, в Испании был. Много места, когда говорили, есть ли кто-то с интердома, тоже находились и нас друг к другу встречали, как братья встречали, как сестры встречали, как потом тысячи лет знакомые. Понимаете, это не каждый дальний друг, говорят, так не бывает. Вот я не слышал, что два интердома вместе с собой о чем-то поспорили, поругались. Нет, они только руками могут друг другу дать. В интердоме Заур занимался баскетболом, металл ядро и увлекался танцами. Но ближе всего ему было авиамоделирование. Известный кинооператор мечтал стать конструктором. Здесь он изобрел бак для модели самолета. После десятка классов уехал в Москву, сдал документы, Московский авиационный институт. И потом через несколько дней меня вызвали, сказали, мы вас не можем принимать, потому что вы из-за границы приехали, кафедра, ракетная кафедра засекречена. Тогда так было. Тогда иностранцы у нас не учились. И потом меня не приняли. И потом я уехал в Таджикистан, год там был. И после этого решил кинематографией заниматься. Заур поступил во ВГИК, закончил операторский факультет и начал снимать свои первые фильмы. В 1969 году в прокат вышел вестерн «Встреча у старой мечети». Своей работой Заур очень гордится. Потом были еще работы. Всего оператор снял 13 художественных и 600 документальных фильмов. Лучшим из них он считает национальную историческую драму по поэме Фердауси Шахнаме. Это кино о подвигах легендарного богатыря Рустама и его встречи со своим сыном Сухрабом. Любовь к авиации Заур пронес когось всю жизнь. Ради отличного кадра он 17 раз прыгал с парашютом. Решил снять документальный фильм о чемпионе Баранове так, чтобы зритель поверил. Поверили даже члены киноакадемии. Кавановский фестиваль сразу получил главный приз в фестивале за эффект присутствия. То, что я так прыгаю с парашюта, самолет рваясь, самолет, видно, улетел в кадре. И оттуда вот такая фигура прыгает и подходит ко мне, как мы с тобой друг за руку держим. Как фигуру делать сверху, с разных местах, как, допустим, руку делаешь, вот так крутится, как переворот. Все на расстоянии двух-трех метров. Сейчас Заур называет себя профессиональным пенсионером. В свободное время он занимается фотографией. Его выставки проходят по всей стране. Вдохновляет фотохудожника природы, любимого Таджикистана. О своей родине он может говорить часами. Ну, в общем, моя тема была в основном познакомиться с Таджикистаном. Это значит природа, горы, лица, обычаи, традиции. Таджики, еще вот, например, в Пекине, когда был главный художник Пекин, со мной познакомился из-за портретов. Когда обычно мы эскиз рисуем, лица, еще когда сюжет развеет, помещаем. Вот ваши портреты, глаза о чем-то говорят каждый. «Интердом научил меня дружить и любить», – рассказывает Заур Дахте. Это место подарило ему светлые воспоминания о России, о юности и о любви. В стенах этого дома Заур встретил свою жену, с которой прожил всю жизнь. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново. Мне, конечно, музей здорово сделал, я освещенился, профессионально. Спасибо. 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 Спасибо.